Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! Это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы говорим с вами на тему нефть и нефтяных компаний. Ну, тема достаточно важная, как минимум в призме российской экономики. В гостях сегодня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал». Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер. И Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал». Добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня вы тезки в студии. Буду загадывать желания, правда, о желаниях своих я не расскажу, по крайней мере, в прямом эфире. А вам, уважаемые коллеги, первый вопрос, традиционный вопрос. Нефть, насколько важна она и в мировой экономике, и уж, причем я только что сказал, в экономике российской федерации это без возражений, что называется. А как вы думаете, в ближайшей перспективе вообще мир откажется от нефти? Найдет чего-нибудь другое? Я, на самом деле, такие смешные какие-то комиксы читал, где вполне реально обсуждается там лет через 20-30, да, что, ну, либо инопланетяне нам привозят какую-то другую фиговину, либо мы сами находим, и тогда отказываемся от нефти. Энергию из воды практически, ну, что-то такое из воды. То есть это так просто будет? Что ждет мировую экономику? Коллапс? Нет, ну, дело в том, что пока доля альтернативных источников в общем энергопотреблении крайне низкая, поэтому вряд ли можно ожидать, что в ближайшие годы будет какое-то сильное вытеснение нефти. Но внутри энергоносителей постоянно идет движение, и можно отметить и рост доли газа в энергобалансе. Поэтому вот внутри энергоносителей будут определенные изменения. Вот сейчас мы вот видим, что и уголь вдруг стал пользоваться вновь, да, вновь ожил и стал пользоваться большим спросом. И вот даже в европейских странах можно говорить, хотя они все пекутся об экологии, но вот угольная генерация вновь стала прибыльной, и поэтому спрос на уголь снова держится на высоком уровне. Согласен, в ближайшие десятилетия. В этом вообще нет парадокса, извините, в этом нет парадокса, Виталий, смотрите, ведь уголь все-таки, ну, я не знаю, может, я ошибаюсь, как-то не слишком глубоко погруженный в материал, уголь это такой какой-то анахронизм уже, да? Ну, это кажется, да. Технологии развиваются все-таки, и есть технологии лавали углеродов, которые... Кажется, это из прошлого какого-то далекого, потому что сейчас все ходят, да, посмотришь вот на сотрудников компаний, тех же нефтяных и газовых, они все прям чистенькие, у них все комбинезончики, они прям вот маникюром. Только фильмы, наверное. Это интересный процесс сейчас происходит на энергетических рынках, и уголь вот как раз набирает популярность, и появляется такая взаимозанеменяемость газа и угля, ну, в мировом балансе, ну, плюс газ немного наступает на нефть, ну, в ближайшем десятилетии сложно представить, что как-то он серьезно сможет потеснить, да. А в дальнейшем, может быть, конечно, можно все что угодно представить, любые технологии какие-то там придумают. Если тем более инопланетяне прилетят, конечно. А если говорить вот о доле, ну, условной доле сырьевого рынка, главенство там нефти, я так понимаю, да, Виталий? Да, конечно, конечно. Уточняйте. Какой Виталий? Кстати, да, кстати, это проблема. Ну, проблема потом для наших расшифровщиков, потому что вы оба мужчины и оба Виталии. Хорошо. Давайте, как вам, как лучше? Виталий один, Виталий один. Виталий громаден, да? Смотрите, значит, основа сырьевых рынков сейчас это нефть. Это не, да, то есть основное сырье это нефть. Вот доля газа, она на втором месте, газ на втором месте. Ну, вот вы назвали нефть, газ, уголь. Еще что-то можно в этот ряд добавить? Ну, атомная энергия, конечно же, атомная. Атомная энергия. Да, энергия Солнца. В ряде стран там солнечная энергия пользуется. Ну, это, мне кажется, совсем уже малый процент. Ну, в Германии это вообще очень большая доля, да. Недавно, ну, по крайней мере, может быть, в информационных историях, недавно появившиеся разговоры, активные разговоры о неких сланцевых газах. Вот это что такое? Ну, это уже не просто слухи, это уже факт, реальность уже. И сланцевый газ, и нефть, трудноизвлекаемая нефть, низкопроницаемых коллекторов. Поэтому это уже реальность, это часть американской жизни уже стала, ну, и мировой тоже, потому что сегодня технологии глобальные, они не ограничиваются только Америкой, они двигаются по всему миру, поэтому в ближайшие годы там и в Китае планируются очень большие инвестиции в подобных сланцах, да? Да, в сланцах. Буквально в понедельник китайская компания, добывающая, покупает Nexon канадскую, которая как раз владеет этими технологиями, и в последующем Китай будет как раз, ну, уже он, в принципе, пытается эти технологии попробовать в своей стране, ну, как, ну, будет иметь абсолютный доступ, неограниченный как раз вот... Ну, вообще, это перспективная история, потому что, ну, опять, то, что я читал, да, по этому поводу, ну, основной акцент был на то, что это не очень рентабельно, ну, по крайней мере, сейчас, то есть, да? Нет, ну, здесь мы должны отличать очень сильно, конечно, газ и нефть, потому что в Штатах цены на газ очень сильно упали, в этом году особенно это было видно, ну, правда, сейчас уже прошел такой отскок сильный, и газ уже, по-моему, с начала года в плюс вышел даже, вот... Это связано с какими-то внутренними, да? Нет, тёплая зима, тёплая зима, избыток предложения... Жаркое лето, которое поднимает как раз... Жаркое лето как раз поднимает цены, да, потому что вырос спрос на газ, идёт замещение в Штатах угля на газ как раз, вот у них обратная динамика, вот если в европейских странах уголь замещает газ, то в Штатах вот обратная динамика, и газ потянулся, но вот в целом операционные, операционные издержки на добычу подобного газа, там где-то от, там, ну, в районе двух с половиной долларов за миллион БТЕ, это только операционных, то есть без капитальных инвестиций, которые требуются для поддержания ресурсной базы, то есть, а если всё это суммарно делать, то это где-то 4-5, может быть, больше долларов, а текущие цены около 3 долларов, но у всех компаний, у большинства компаний есть хеджи, то есть они хеджируют свою будущую добычу продажами форвардов, поэтому у них есть некий хедж здесь на случай падения газа, и если газ падает, то они теряют на добыче, но имеют прибыль на форвардах, поэтому сланцевый газ, он, конечно, в Штатах испытывает большие проблемы, но и государство поддерживает, и, в общем-то, частные инвесторы активно вкладывают деньги. Ну, а как раз из-за того, что нет мощностей по экспорту этого газа, то есть нельзя цену реализовать, вот отрыв американской цены от европейской и от азиатской, поэтому простаивающие мощности по экспорту угля Америка стала использовать и направляет свой газ в Европу на 60% в прошлом году импорта угля в Европу вырос. Ну, и происходит такая взаимоизменяемость, которая на данный момент очень интересна на экзистских рынках. Стратегически американцы в это дело вкладываются именно потому, что не хотят зависеть ни от кого. Да, но это тема очень такого будущего, то есть это то, что может сдвинуть мировые рынки нефти и газа. И, в принципе, в последние годы мы видели, что роль Америки очень сильно выросла на мировом рынке нефти и газа. То есть как производителя, да? Потому что Америка всегда это потребитель основной. В Америке был сломлен долгосрочный тренд по падению добычи нефти, и добыча нефти очень сильно выросла. Есть прогнозы, что и дальше продолжит рост, делаются очень большие открытия там на Среднем Западе. Ну, в целом открываются очень большие проекты мощности по добыче нефти. Поэтому эта тема будущего, она, мне кажется, не ограничится с Северной Америкой, потому что есть перспективные участки в Аргентине, например. Ну и в целом по всему миру, в целом, вот если говорить, то есть где традиционно всегда добывалось нефть и газ, там всегда будет трудно извлекаемая нефть и трудно извлекаемый газ. Просто вот этот нефть и газ зарегает глубже. Поэтому требуются технологии, требуется бурить глубже, требуются большие инвестиции. Но вот в традиционных провинциях, которые были, вот, например, у нас, Западная Сибирь, да, там ведь тоже самое есть. В Китае есть то же самое. Ну, можно сказать о проблемах и экологических, и густонаселенности территории. Да, да, это проблема, да. То есть представители Газпрома, они как раз консультировались с компанией американской, которая им сказала, что, в принципе, на таком уровне это не будет развиваться дальше, и угрозы собой не представляет для экспорта Газпрома в Европу. И он продолжает сейчас строить свой Южный поток и рассчитывает на европейскую цену газа в Китае. То есть именно потому, что там это не будет развиваться? Нет, ну, это не будет иметь влияние, как по мнению представителей Газпрома, на его деятельность в Азии и Европе. То есть это не конкурент, да, другими словами? Да, но раньше Газпром предполагал, что газ со Штокмана будет направляться именно в Америку, и он будет там востребован, а сейчас получается, что Америка сама будет становиться экспортером через 5 лет. То есть для Газпрома это проблема? Ну, это проблема, да. При этом еще не факт, что спрос на европейском рынке вырастет на газ, потому что сегодня же компания делает ставку именно на рост спроса на газ, что там спрос на 100, на 150 миллиардов кубов там через 10-15 лет вырастет. Но сегодня мы видим, что спрос падает. Ну вот, поэтому, в принципе, прогнозировать, конечно, это дело неблагодарное. Вот это вот желание постоянно там прогнозировать на 10-15 лет вперед, уже кризис показал, что это все ошибочно, и это просто дополнительный заработок консультантов, которые вам скажут за любые деньги, что они хотят. Это их бизнес, да. То, что заказчик хочет услышать, консультант всегда скажет. Все правильно. Хорошо, огромное спасибо. Давайте прервемся, продолжим через несколько минут. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Это Финам.ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш разговор о нефти, о нефтяных компаниях, ну и вообще все обо всем, что связано с понятием сырье в нынешнем мире непростом. В гостях сегодня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал» и Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал». Добрый вечер еще. Добрый вечер. Ну что, давайте продолжим. Давайте теперь все же сосредоточимся, прежде всего, на нефти, тем более, что, как я сделал вывод из ваших рассказов, все-таки основное сырье в нынешнем мире – это все же нефть. Соответственно, экономики и политики, и экономисты, и любые интересы экономические и политические в конечном итоге сводятся на то, где бы взять нефть и подешевле. Давайте поговорим вот о чем. Основные игроки на этом рынке, ну имеется в виду на уровне государств, кто превалирует, кто задает тон, кто заказывает музыку. Ну я думаю, что, конечно, все знают главного производителя нефти – Саудовская Аравия, которая, в принципе, имеет очень большое влияние на цену. И вот один из факторов, который я бы описал как главный сейчас для рынка, сейчас, в принципе, достаточно простая ситуация, ну как для нефтяного рынка. Саудовская Аравия с начала года на, точнее, миллион баррель увеличила добычу в день. Она это монопольно делает, Саудовская Аравия? Или у них там есть некая… Да, конечно, они советуются, но Саудовская Аравия решает все-таки сама. И они посоветовались в декабре прошлого года, решили, что потолоку для добычи организации экспортеров, ну, с рано экспортеров будет 30 миллионов баррелей в день. Но Саудовская Аравия увеличила, и с начала года 31,5, может быть, 31,7… А зачем она это делала? Ведь, очевидно, если увеличивается, да, предложение, то падают цены. Саудовская Аравия не выгодна держать цены? Я думаю, что Саудовская Аравия предлагает рынку заменить иранскую нефть, против которой в середину этого года ввели эмбарго. Ну и плюс, я думаю, пытаются наполнить запасы на случай, если все-таки будет какой-то военный конфликт, и поставки прекратятся из Персидского залива. Это достаточно, ну, большой объем для рынка, и поэтому нефть так сильно реагирует на любые новости из региона. В частности, сейчас, да? Да, в частности, сейчас, когда служба безопасности Олимпиады Лондонской рассматривала вариант, при котором начнется война как раз между Ираном и Израилем. Во время Олимпиады? Да, я думаю, что действительно такой сейчас момент, как вероятность. Если в начале года я не верил особенно в какое-то военное действие, то сейчас, в принципе, вероятность увеличилась. Об этом говорит, по крайней мере, два взрыва на прошлой неделе. Это взрыв в Болгарии, в котором Израиль обвинил Иран, и взрыв правительства Сирии, который показал, что оппозиция настроена серьезно, и, в принципе, режим уже достаточно близок к падению сирийский, и следующим может стать Ираном. То есть, с другими словами, тучи сгущаются, да? Виталий? Ну вот, казалось бы, одному из крупнейших производителей в мире, Саудской Аравии, ну, выгодны, наверное, более высокие цены. У тебя тоже так рассуждены. Но вот это ошибочное мнение, которое, в принципе, циркулировало весь этот год. Если даже просто вспомнить, что на пике цен этого года, когда цены были 120-125 долларов за баррель, министр нефти Саудской Аравии сказал, что нам интересно видеть 100 долларов. Но его не уволили после этого. И тогда оказалось странно, ну как, вроде как, один из крупнейших производителей хочет 100 долларов увидеть. У нас так много денег, видимо, что нам надо поменьше. Производителю важно, чтобы в мире был баланс спроса и предложения, чтобы мировая экономика росла худо-бедно, там, на 2-3 процента, но рост все равно продолжался. И Саудская Аравия понимала, что им выгоднее сейчас пожертвовать там ценами, но в будущем получить более-менее стабильные ценовые уровни в районе 90-100 долларов. Стабильный спрос, да? Их это устраивает с точки зрения бюджета Саудовской Аравии. И бюджет, в принципе, может выдержать и нефть ниже 100, там, и 90 долларов. Вот, поэтому, ну, наверное, еще были некие договоренности с американцами. Я не исключаю такого, потому что в Штатах выборы уже вот скоро буквально. И, конечно, увидеть потребителю там цену 4 доллара, там, выше 4 долларов за галлон, но это очень большой удар по карману простого потребителя, и вряд ли он будет голосовать тогда за действующего президента. Поэтому администрации было выгодно договориться с Саудовской Аравией. И вот внезапно сразу как-то вот весной фактор Ирана так чуть-чуть ушел на задний план, там как-то все урегулировали, прошли какие-то встречи там с представителями. Но вот в последние месяцы вновь Иран всплыл на повестку дня, и это поддержало, конечно, цены. И мы видим, что даже вот нефть, хотя и рынки там падали, но нефть держится на стабильных уровнях, там, выше сотни, там, и уже практически подошла к 10 долларам. Ну, если про Саудовскую Аравию еще сказать, я думаю, от нее не стоит ожидать сейчас снижения добычи, хотя вот, да, действительно, ей нужна более дорогая нефть, так как с начала года средняя цена нефти уже, там, выше 110 долларов, а, в принципе, она будет довольна, если цена будет средняя в районе 50-60 в оставшееся время, а это средняя цена, то есть, может быть, падение временное гораздо глубже. Если что, конечно, если такое падение случится, тогда уже, ну, как, королевство может позволить себе действовать. Ну, вот меня очень заинтересовала вот эта геополитическая проблема, связанная с Ираном, да, связанная обострением конфликта. Вот здесь, каков, на ваш взгляд, какова расстановка сил? Кто вообще, что пытается, значит, там увидеть для себя, Виталий? Ну, борются ближневосточные монархи, понятное дело, что сейчас на площадке Сирии борются силы Катара, Саудовской Аравии, Америки, Британии, там, против иранских сил, потому что Сирия такой пятачок, на котором сталкиваются все интересы всех мировых игроков сегодня, потому что всем очевидно, что после Сирии будет Иран сразу, это очевидно всем, поэтому все борются вот именно за эту маленькую страну, и там сталкиваются очень серьезные интересы. Поэтому, видимо, ну, если Сирия не продержится долго, то можно ожидать, что там ближе к концу года, может быть, после уже выборов в США, Иран вновь выйдет на повестку дня, и уже при старом или новом президенте в Штатах, вот, тема Ирана будет дальше, на новостных лентах, и это также может поддержать нефть в будущем. Если так брать, ну, худший вариант, что войны с Ираном не избежать. Как вы считаете? На ней настаивает Израиль активно, фанатично, то есть он не хочет, чтобы у Ирана появилось ядерное оружие. Высказываются разные вероятности того, через сколько времени Иран сможет получить это оружие. Израиль наставит, что надо уже сейчас атаковать, навести превентивный удар, чтобы разрушить все... Потому что несколько лет назад, если бы была атака на Иран, то было бы просто достаточно разрушить все объекты, отбросить назад всю программу ядерную, а сейчас уже гораздо сложнее стало. Иран свою оборону улучшил, и как... Не так просто все это сделать. Израиль вот настаивает и давит на США, чтобы, как бы, вот эта атака произошла, бомбардировка. Ну, вот, опять же, далеко не факт, что если будут какие-то военные действия в Иране, ну, вот, можно сказать, что да, ну, нефть может тогда вырасти, да, на этом. Краткосрочно, спекулятивно может там вырасти, но не факт, что мировые рынки вырастут просто на этом фоне. Это будет очень серьезный удар по мировой экономике, поэтому мы вот можем видеть, что, например, нефть вырастет, а наши акции будут падать. Включая нефтяные компании. Да, нефтяные акции тоже будут падать. Хорошо, вот помимо Ближнего Востока, кто еще на этом рынке имеет вес? Ну, мы уже говорили про Штаты, просто ведь вес, он может быть высоким, но не иметь будущего роста какого-то, да, а вот у Америки именно вес пока, может быть, не большой, там, с точки зрения добычи, хотя, ну, вот, в будущем он, да, да, то есть мы это за скобками оставляем, но вот с точки зрения добычи, там, нефти, он, может быть, пока не такой высокий, но дело в том, что он имеет перспективу роста в будущем, поэтому вот этот вес, он будет увеличиваться в то время, как у России, которая сегодня, там, занимает первые позиции по добыче нефти, не факт, что вес будет таким же весомым через 10-20 лет. Это связано с политикой, прежде всего? Ну, здесь тут и политика, и в целом какие-то вот стимулы для инвестирования в отрасль, да, приветствования притока западных инвестиций, там, западных технологий, поэтому, ну, вот мы же видим, что, вот, например, почему китайские инвесторы покупают активы, там, на десятки миллиардов долларов в Канаде и в Штатах, почему они в России не делают, у нас что, нефть имеет другое химическое свойство какое-то, вот, при этом оценка активов, ну, там, вот, по Нексуну, мы уже говорили, там, 20 долларов на баррель, в то время как наши активы стоят, там, ну, в разы ниже, да. Да, это Северная Америка, там, оценка гораздо больше, там, меньше рисков политических, страновых. Поэтому, понимаете, вот, капитал, сегодня борьба за капитал, и у капитала мирового есть выбор, куда идти. Очень большое количество проектов в нефтегазе, куда можно вкладывать деньги, там, и в Африку идут деньги, там, и в Америке обе, вот, поэтому надо бороться просто за инвестиции, и в таком случае вес можно поддержать. Я думаю, нужно еще упомянуть, ну, как, помимо добычи и спроса, которые действуют на нем, все-таки финансовый фактор, да, это же Америка, ну, как, я думаю, это такой, тоже главный, помимо Ирана и Саудовской Аравии, ожидание стимулов дальнейших, какое-то три, которые, в принципе, можно ожидать вот еще там до осени. Ну, в ближайшее время, если не случится, то можно дальше. Ну, то есть это будет поддерживать тоже нефть, и вот новость вышла, Плацк заявила, что в Китае спрос упал в прошлом месяце впервые за три года на 2%. Ну, они сами усчитывают это значение, ну, такой уже тревожный звоночек, как нужно действительно какие-то финансовые стимулы Америки вводить, и чтобы вся мировая экономика пошла вместе, ну, и тот же самый Китай тоже. Я понял. Хорошо, давайте прервемся, через несколько минут продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ, программа «Сухой остаток», меня зовут Олег Дмитриев. Продолжаем наш разговор о нефти, о нефтяных компаниях, ну, и, собственно, о всем, что связано с сырьем на мировых торговых площадках. В гостях у меня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал», и Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал». Я вас прошу, дорогие коллеги, давайте мы сосредоточимся на России, на российских компаниях, собственно, какова действительность сейчас с точки зрения конкуренции, с точки зрения их, так сказать, самочувствия и каковы перспективы. Ну, основной набор российских компаний нефтяного сектора. Виталий. Конечно, компаний у нас не так много, в отличие, допустим, от запада нефтяных. Есть Роснефть государственная, есть Лукоил частные, которых все время сопоставляют, сравнивают. Государственные компании чувствуют себя лучше, так как есть доступ к месторождениям наиболее таким привлекательным. есть также «Газпромнефть» государственная, которая является дочерней компанией «Газпрома». Интересная компания «Татнефть», которая сейчас модернизирует свой НПЗ в Татарстане, она как принадлежит республике. Плюс, может быть, наиболее уникальная компания нефтегазового сектора «Сугрод нефтегаз», которая действует согласно своей стратегии, бурить и лишние деньги накапливать на балансе. И уже накопил достаточно, чтобы жить на проценты. И записывает себе прибыль курсовую от переоценки этих средств, вложений, если, допустим, нефть падает и рубль, соответственно, слабеет. То есть это очень интересная компания, она платит хорошие дивиденды. У нее такая оригинальная стратегия получается, да? Потому что никто не прибегает к таким стратегиям? Больше эта стратегия исключает любые интересы миноритариев, то есть никакого развития, достаточно слабые все-таки показатели доходности на капитал. И я не думаю, что если бы нормальная компания открыта была бы, которая хотя бы знали ее владельцев, действительно официально они просто догадывались, то она бы действовала таким образом. Все-таки это нефтяная компания, она должна покупать активы, как-то развиваться. А в данном случае скрутный тегаз только в своем регионе в основном... Все в кубышку складывает, да? Так получается. Ну и есть такая СП российско-английская, ТНК-БП, которая в последнее время стала лидером новостей. Пришли конфликты, конфликт пришел к своему итогу, когда уже стороны не могут решить, как управлять компанией дальше. И, вероятно, выход... Стороны имеются российская и английская, да? Да. БП и консорциум российских акционеров, они не могут как-то решить свои разногласия. И вот заговорили о выходе БП в данном случае. Консорциум тоже согласен выйти, но он хочет обменять свою долю на какие-то активы за рубежом. Их интересует именно развитие за рубежом. Видимо, как достаточно средств уже в активах вложено в Россию, и их интересует именно за границей. А БП это не нужно. И вот консорциум предлагают, в частности, продать свою долю за долю в БП. То есть за 10-12% плюс денежные средства. В БП, конечно, это не пойдет. В принципе, больше похоже предложение консорциум на шантаж. Потому что они не дают БП заниматься деятельностью не в рамках совместного предприятия. То есть речь идет о сделке с Роснефтью, которая провалилась в прошлом году. Такая стратегическая глобальная сделка очень интересная была. И впоследствии Роснефть с Сексон Мобайл Американской подписала соглашение о развитии шельфа. И сейчас БП говорит, что может продать свою долю. И Роснефть на этой неделе, в начале недели выразила заинтересованность. В покупке, да? В принципе, да. Даже вероятность продажи БП действительно выросла, так как все-таки государство заинтересовалось. И Роснефть может использовать свои экономические акции для покупки и привлечь средства. Может быть, договориться о рассрочке. Впоследствии затраты покрыть с помощью размещения акций в рамках приватизации. Которая государством была объявлена. То есть, в принципе, опять же, вероятность выросла. Какой-то интересный... То есть решение этой проблемы, да? Оно каким-то образом уже ближется к финалу. Виталий, как ты думаешь, откуда конфликт этот вообще? Я бы вообще просто сказал по этой сделке немножко, по сути этой сделки. Просто мне кажется, у государства не должна быть такая цель, как увеличение своего присутствия в отрасли. Потому что присутствие уже и так избыточное и оказывает порой негативное влияние на становление отрасли, на других игроков. Цель государства — это повышение капитализации ресурсной базы. То есть, грубо говоря, оценки барреля ресурсов в России относительно всего мира. Потому что у нас баррель запасов оценивается в разы ниже, чем в мире. Понятное дело, что и приведенная стоимость ресурсов у нас низкая в связи с большими налогами. Потому что у нас, грубо говоря, от нефти 73% в виде налогов поступает в бюджет. То есть, грубо говоря, 27% — это то, что получает компания. Но из этого, опять же, надо вычесть и операционные издержки, и капитальные инвестиции. То есть это не только прибыль компании. А налоги в добывающем бизнесе — 73%. А для сравнения? Это самые-самые высокие в мире. А для сравнения? В Штатах, например, его? Нет. Ну там в Штатах в два раза ниже. В два раза ниже. То есть, грубо сказать, что там, ну, я думаю, что процентов 30-40, наверное. Ну вот. При этом государству интересно, чтобы выросла стоимость ресурсов. Потому что у наших компаний на балансе стоят колоссальные ресурсы, там, десятки миллиардов баррелей. Но они оцениваются, исходя из, там, 3-4 долларов на баррель. А в то время как в мире, там, оценки, вот мы уже приводили, там, и 20 долларов есть. Вот. Поэтому не увеличение доли государства в этом, а повышение капитализации ресурсной базы, стоимость ресурсов этих. В этой сделке явно не эта цель преследуется. Потому что, грубо говоря, если бы пришел западный инвестор, и ему дали бы все документы, там, да, по компании, всю отчетность, и сказали бы, оцени нас по рыночной стоимости. Это могло бы быть неким индикатором для всего сектора, для стоимости ресурсов всего сектора. А в этой сделке инвесторы что увидят? Вновь увеличивается доля государства. Плохо. Значит, не надо сюда вкладывать деньги. Потому что сегодня ТНК, завтра еще кто-то. Потому что активов много. И где будет предел в электроэнергетике, мы уже видели, что аппетиты государства увеличиваются. Да, увеличиваются каждый год, и рост нефтегаза уже всплыл. Хотел сказать как раз, что вот была стратегия государства на приватизацию, а впоследствии оказалось, что перед этой приватизацией рост нефтегаз сначала соберет все активы, и уже заговорили о слиянии с зарубежной нефтью, возможно, сургут нефтегаз всплывет, и на энергетику замахнулись. То есть как раз идет объединение. То есть, в принципе, идея совсем другая была. Ну да, вот правильно. Потому что новое правительство поставило цель приватизации. Это прошло по всем федеральным каналам. Это официальная позиция. Но это не приватизация. Инвесторы устали от... Можно это слово национализации? Ну, вряд ли. Потому что все-таки активы будут оцениваться по рынку. Хотя бы. Но я так думаю, что активы будут более-менее в рынке, оцениваться близко к рынку, а все-таки не отниматься, как это было в Венесуэле, например, сделано. Ну, и как сейчас в Аргентине. Да, или в Аргентине. В Аргентине то же самое. То есть, репсола испанская, она судится как раз, иск подала то, чтобы по рыночной цене все-таки продавалось, а какое там государство выставит цену и заберет. Причем какую хочет выставить, да? Да, это уже национализация. То есть, инвесторы устали от обещаний. Им нужны факты. Факты, что доля государства уменьшается. Значит, приходят эффективные менеджеры в госкомпании. Не из правительства в госкомпании приходят, а приходят независимые профессионалы. Может быть, из правительства профессионалы мы не знаем. Но в любом случае в глазах инвесторов это не выглядит как приватизация. Поэтому мы видим большой отток капитала. Инвесторы ведь видят, что обещают налоговый рьгот. Да, кому-то дают, конечно. Но в то же самое время налоги у нас нестабильны. То есть, у нас, например, там, я не знаю, налоговый режим в переработке был там такой, потом он там через несколько лет поменялся. Поэтому инвесторам важна прогнозируемость денежных потоков компании. Они покупают акцию, они хотят видеть прогнозируемость, что в будущем налоговый режим будет, если он будет меняться, то вот в определенную сторону. И чтобы не было неожиданностей, что сегодня уменьшим налоги, завтра повысим налоги, а сейчас нефть упадет и вновь вырастут налоги. Да, опять повысим. Поэтому это все. И видим, что вот на этом фоне в акции особенно не инвестируют. Оценка активов очень низкая. Но чтобы оценка активов стала высокая, должны измениться фундаментальные факторы. Это первое, должен быть сформирован долгосрочный капитал внутри России. Это пенсионные деньги, о которых уже много говорят. У нас нет культуры инвестирования пенсионных денег в акции. Сейчас какие-то новости идут, обещания, что вот будем скоро-скоро примем, но пока этого нет. Потому что длинные внутренние деньги обеспечивают стабильность рынку. Это вот в Польше тоже самое, у них есть длинные деньги. Ну, в Штатах, понятное дело. У нас такого нет. Поэтому у нас и рынок там плюс 20%, потом минус 30% и колебания. Несмотря на нефть, которая выше 100 долларов стоит, то есть нефтяные компании как лежали внизу, так лежат. Это вот сейчас, да? Да. Ну и как раз вот этот выход BP, если она продаст свою долю, это же единственная такая зарубежная компания, которая напрямую инвестировала в отрасль, ну и такой серьезные деньги вкладывала. То есть это еще один удар по инвестиционному климату, который наше госдарство как раз собирается улучшать. Ежедневеды, да. Плюс, опять же, должны быть полноценные сделки и слияние и поглощение, чтобы получить реальную оценку активов западным инвесторам, активов в России. Пока мы видим, что инвесторы продают, там и Конака Филлипс продала, там и BP продает. Вот нужны реальные, то есть государству, ну, надо пожертвовать текущим моментом в пользу оценки всего сектора. Более высокая оценка. В пользу перспективы какой-то, да? Да, в пользу будущего просто, да. Ну вот, пока этого нет. Ну вот, кстати, мы говорим, да, о излишней доле государства в этом бизнесе, как минимум. А какую цель преследует государство? Контролировать. Да, ручное управление, скорее, да. Ну вот это любимая деятельность государства. Потому что, понимаете, если к вам, то есть, премьер-министру очень будет сложно прийти к Эксенмобилу, сказать, снизьте цены на ГСМ. Он скажет, а почему я должен снижать цены? Рынок, извините, бизнес. А Кросснефти проще прийти, сказать, снизьте цены на ГСМ. И Роснефть не отскажет. Ну, в принципе, Лукойл тоже считается национальной компанией, так, по всем мире, хотя вроде как частным акционером. Но он всегда следует указать приказам сверху. И у нас, в принципе, вот вся нефтянка примерно так устроена. Да, интересно. Ну, свободы действий нет. Главное быть близко к государству, учитывать интересы государства, и государство будет благодарить тебя за это, выделяя тебе хорошие активы в России. Место рождения, давая налоговые льготы. А если не будешь иметь хорошие отношения, ну, поедешь в Лондон, значит. Причем, да, звучит отношение с государством, а все-таки ведь не с государством отношения, да? Личные. С отдельными личностями. Конечно, да. Которые стоят... Понятно. Да, это ситуация сложная, конечно, да. И в этом случае я хотел бы следующие вопросы задать в отношении бюджетских перспектив конкретных бумаг. Но вот мне кажется, даже этот вопрос-то не особенно видится актуальным, потому что перспективы эти будут зависеть вот от того, о чем вы говорили. Ну, сегодня ведь инвесторы покупают не риск акций активно, а кредитный риск. То есть кредитный риск российских компаний пользуется повышенным спросом. Это Газпром, вот последние продажи еврооблигаций, пользуясь очень повышенным спросом. Но в акции не вкладываются. Виталий, я прошу прощения, прервемся, продолжим через несколько минут. А еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели Финам-ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня говорим о нефти, говорим о нефтяных компаниях, говорим о проблемах, потому что, как оказалось, их огромное количество. Есть проблемы глобальные, проблемы, я бы сказал, стратегические. В гостях у меня сегодня Виталий Крюков, аналитик ФД «Капитал», и Виталий Громадин, аналитик инвестиционной компании «Арбат Капитал». Ну что, продолжим, Виталий, ты вот начал как раз говорить о... Да, сегодня мы видим, что у западных инвесторов есть повышенный спрос на российский кредитный риск, потому что этот риск обладает меньшей волатильностью, большей прогнозируемостью, доходностью, даже с учетом всех рисков инвестирования в Россию, доходность очень высокая относительно мировых уровней, и даже есть потенциал роста стоимости облигаций. Уже какой год, можно говорить, что одним из лучших инвестиций в мире, это инвестиции в облигации. Что звучит парадоксально, да? Да, парадоксально. Облигации обгоняют акции. То есть это такое очень сложно представить. Вот, на долгом горизонте, конечно. Краткосрочно, да. Мы видим, что вот и в прошлом году, например, инвестиции в трежерис были самыми прибыльными. В этом году тоже инвесторы покупают облигации активно. Доходность уже там и в минусе по ряду стран. И тем не менее, все равно остается спрос. То есть инвесторы выбирают, уж лучше чуть-чуть потерять, чем все потерять потом. Ну, в принципе, да. Либо пан, либо пропал. Виталий, как ты считаешь, насколько интересен сейчас рынок акций? Я думаю, что рынок акций как раз не очень интересен зарубежным инвесторам и именно российскими компаниями. Если будут покупать все, конечно, им тоже достанется, но уж слишком они так давно и низко лежат. Не обращая внимания на какие-то факторы, такие внешние. Действительно, может быть, вот как в случае с облигацией, тот же Сургутнефтегаз, который платит дивиденды и на какую-то доходность дивидендную получить. И, в принципе, у него цена так держится долгое время. Ну, как с каким-то, конечно, понятной волатильностью для акции акционерной. Но все-таки, если покупать, держать и надеяться, что вот отчетность по МСФО, которую покажет владельцев, и, ну, как есть такой фактор, как казначейские акции, которые, может быть, там очень много, повысит стоимость акций тоже. Как такой драйвер будет, катализатор. В принципе, я думаю, такая одна идея из всего рынка. Нашего, да? Ну, если про недостатки говорить, как раз ТНК БП тоже очень большая доходность. Они выплачивают практически всю прибыль в дивидендах. И тоже можно получить, если дивиденды останутся, несмотря на какие-то там изменения в акционерном капитале, если Роснефть действительно купит. Ну, все-таки нужно дождаться, наверное, когда ситуация разрешится, что там произойдет у них. Сделка пройдет, с Роснефтью не пройдет. Ну, абсолютно, потому что мы же не знаем даже основных параметров сделки. То есть, пока было изъявление о намерении не вступить в переговоры. То есть, это предварительная стадия. Эта стадия может длиться месяцев шесть примерно. Суммарно, если все. Да, и стороны могут не прийти к сделке. Потому что я так понимаю, что, наверное, у Роснефти будет желание использовать в этой сделке свои казначейские акции. То есть, у них на балансе под 13% своих казначейских акций. Они, наверное, попытаются дать их BP. Потому что в прошлом году подобные переговоры уже велись. И BP вроде как была и не против покупки акций. Вот, поэтому в этом случае ведь важно еще будет, какая оценка акций Роснефти будет для передачи BP. Это важно с точки зрения будущей приватизации потом самой компании. Ты говорил о независимых экспертах, независимых оценках. А кто будет оценивать данную ситуацию? Глава Роснефти, текущий Игорь Сельщин, он говорил, что хочет размещать Роснефть по цене выше 300 рублей. Сейчас она стоит 200 рублей, а такая более-менее справедливая оценка на уровне 240. То есть, будет действительно интересно, по какой цене они будут добывать. То есть, возможно, да, вот Сельщин сказал по 300 рублей и будет по 300 рублей. Нет, мне в принципе кажется, что правительство, оно немножко отдалено от рынка. И вот эти, можно вспомнить, не только оценки правительства по Роснефти, по Росгидро, там какие-то нарисованы были цифры. То есть, это желаемое какое-то, да, которое не вписывается в текущий рынок. То есть, в будущем, конечно, стоимость ресурсной базы колоссальная. При большом аппетите к риску, при новой фазе количественного смягчения, там, да, это может, конечно, быть реальностью. Но в текущем рынке активы оцениваются крайне низко. Особенно, когда у западных инвесторов нет особого желания покупать российский риск именно в акциях. Вот, поэтому это желаемое, конечно, это хорошо, но пока шагов нет к этому. Ну, только если не объединить, вот в Роснефти, как собираются как раз все компании и отрасли, и не продать за 300 рублей. Мне кажется, есть же, просто есть предел управляемости бизнеса. Если вы увеличиваете масштабы, вы не можете до бесконечности увеличивать масштабы бизнеса. Это как раз претензия к Газпрому, что лучше бы разделиться и по частям управлять. Потому что вырастет у нас, вырастет коррупция сразу. Если масштабы бизнеса, ты не сможешь контролировать все вот эти сегменты своего бизнеса. А у государства другая позиция. Чем больше у меня активов, тем лучше, тем больше будет стоимость их. Но это может уничтожить стоимость просто. Государство это не очень просто понимает, что не факт, что если ты больше, ты больше стоишь. Ты можешь быть меньше, но больше стоить. Грубо говоря, у вас баррель в России сегодня оценивается 4-5 долларов на баррель ресурса. В мире там 10-15. Вот и у вас ресурсная база может быть меньше, но оценка выше просто. Ну, так Сон Мобайл 17 долларов за баррель как раз. Ну, вот размеры большие, но управление эффективное. То есть, ну, конечно, есть претензии акционеров. В Сон Мобайл, они все лишние средства, которые получают, они вкладывают в свои же акции. Ну, то есть, покупают, а акционеры наставят, чтобы они покупали вот именно запасы, которые дешевле самой компании. Ну, вот, может быть, стратегия правильная, действительно. То есть, развиваться уже шире сложно достаточно. И, может быть, действительно, менеджмент Сон Мобайл знает, что делает. Ну, наверняка. Ну, очевидно, да, что менеджмент западных компаний гораздо более эффективен, чем менеджмент отечественных, ну, как минимум, государственных компаний, да, потому что вот то, о чем ты говоришь, это такая стратегия в никуда называется. То есть, пухнем, пухнем, пухнем. Но из этой стратегии должен быть какой-то выход. То есть, либо государство сегодня говорит, да, мы выходим из активов, вот есть программы, то есть не с плавающими... Это вот то, что ты с приватизацией, да? Да, то есть, сроки у нас постоянно, они сдвигаются там на один, а потом снова там еще, еще, еще. То есть, может быть, даже не сама цель получить максимум стоимости вот сейчас именно, потому что продав сейчас ты... А сдвигается по этой причине, да? То есть, сегодня нас не устраивает, давайте еще подождем. Да, государство не может получить желаемую оценку активов. Ну, как может получить желаемую? То есть, это замкнутый круг. Ну, конечно. То есть, из этого выхода никак нет. И не сможет получить в будущем. Нужно кардинально менять все-таки, да, именно сами условия, водоросли. В государстве это, конечно, привлечет инвесторов, если гарантировать вот как раз налогообложение какое-то, которое будет стимулировать разработку запасов. То есть, опять мы сводимся к тому, что у нас есть программы сейчас государственные, да, новое правительство, новый президент, программа улучшения вес климата. Вот там одни из этих карт дорожных как раз и говорят примерно об этом. Ну, ваше мнение, насколько они реализуемы вообще? Ну, к сожалению, пока говорят. Пока только говорили. То есть, уже сколько лет это прошло, но пока говорим. Но мы верим, верим, что когда-то придет светлое будущее, и, наконец-то, наши активы будут оцениваться выше. Ну, опять же, государство всегда, ну-ка, наше правительство, оно больше скатывается к ручному управлению, чтобы не делало. То есть, сейчас создается большая сервисная государственная компания. Ну, по крайней мере, хотят создавать. То есть, когда они считают, может быть, что именно так все и работает лучше. То есть, по крайней мере, это можно контролировать, да. Но это, как бы, к улучшениям никаким, конечно, не приведет. То есть, еще очередная настройка какая-то. Это рыночный бизнес, и в рыночном бизнесе почему-то государство считает, что они будут более эффективны. Почему-то в США не считаешь так. Это не последствия совковых сервисных компаний. По-моему, там под 7 тысяч газовых компаний в Штатах. Представьте себе просто цифры, цифры. Сравните, да, просто. И почему-то у них в США нет желания у государства все к себе больше через Роснефтегаз или какую-нибудь еще там компанию консолидировать как-то это все, упаковать. Как раз сланцевый газовый бум, он является таким итогом проводимой политики правительства американского. То есть, все стимулы, которые были даны компаниям, это привело к разрастанию множества мелких, к конкурированию и снижению себестоимости. То есть, создание условий, при которых этот сланцевый, сланцевый газ стал возможным добывать. Действительно, может быть, сейчас зарабатывать на этом не получается, потому что цена все время падает из-за роста добычи. Но это отвечает интересам, опять же, США по труду... Трудоустройству. Трудоустройство, да. То есть, здоровые рабочие места появляются, естественно. Ну, это такая стратегия. Просто Соединенные Штаты шли к этому десятки лет. То есть, это надо просто понимать, что это не за вот так вот, не за один-два года. Это были... Пальцем щелкнул, да? Это была прямая поддержка государства. Государство вкладывало в технологии, они применялись, адаптировались, модифицировались частными компаниями уже, в научных институтах. То есть, это прошло 30-40 лет, прежде чем они вышли вот на этот уровень. Ну, это вот действительно такая политика, которая, как можно сказать, не бросались они из угла в угол, они проводили вот ее прямая линия, постоянно направленная. Просто после такой вот политики государства у меня не поворачивается язык сказать, что это миф. Как просто у нас принято говорить, что сланцевый газ и нефть, это миф. Когда государство вкладывает там деньги на протяжении 30-40 лет, ну, я не могу сказать, что это миф. То есть, поставлена задача и к ней идем. Огромное спасибо, уважаемые гости. Я напоминаю, Виталий Крюков, аналитик ИФД «Капитал», Виталий Громанин, аналитик институтной компании «Арбат Капитал». Сегодня мы обсуждали, ну, непростые темы, да, темы сырья, нефти наших отечественных, зарубежных нефтяных компаний, сравнивали эффективность одного и другого, пришли к не очень, наверное, позитивным выводам. Но, тем не менее, традиционно, я надеюсь, мои гости согласятся, мы смотрим с оптимизмом в будущее. То, что делает сейчас новое правительство, дай бог, продолжало такими же темпами. И мы наверняка через какое-то время будем с радостью рассказывать о нашем нефтяном секторе. Еще раз огромное спасибо. Спасибо за внимание, уважаемые слушатели. Это «Сухой остаток». Успехов на рынке. Счастливо. Спасибо.